В Великой Победе 69 лет. Главный праздник страны. Радость со слезами на глазах. В Иванове основные мероприятия в этот день развернулись у памятника героям фронта и тыла на Шереметьевском проспекте. Правда, в этот раз торжество было не совсем традиционным. У подножия памятника состоялась церемония захоронения неизвестного солдата. Он воевал в составе сформированной в Иванове 235-й стрелковой дивизии и погиб под Псковом в 1941 году. Останки этого бойца были обнаружены поисковым отрядом в январе 2014. Сюда, к вечному огню и могиле неизвестного солдата, будут приходить жители нашей области и ветераны, чтобы почтить память ушедших и объединиться на имя счастья будущих поколений. Каждый третий житель нашего региона ушел на фронт. 158 человек вернулись героями Советского Союза. 22 воина награждены орденами славы всех трех степеней. А какие самоотверженные люди трудились здесь, в тылу? 3 миллиарда метров тканей выпустили ивановские фабрики в сложные военные годы. В самые первые дни 86 школ превратились в госпитали для раненых. И спустя 69 лет все, что происходило тогда, до сих пор живо в памяти. Воспоминания вот остаются только. Много лет прошло, а все равно все это в памяти остается навсегда. Пока мы живы, мы будем помнить об этой войне, будь она проклятой. Праздничный парад – традиционный подарок ветеранам в этот день. Стройными рядами по Шереметьевскому проспекту промаршировали курсанты института МЧС, воины-десантники и летчики военно-транспортной авиации. К сожалению, в этом году не всем освободителям удастся встретить праздник под мирным небом. Братскую Украину сотрясают беспорядки, от которых, как и тогда, 69 лет назад, страдают ни в чем не повинные люди. Я жил в Одессе, 36 лет в Одессе жил, а сейчас жена там умерла, сын меня сюда, паспорт устроил, пожизненно здесь буду жить. Рад, что уехал оттуда, рад, что уехал. А то бы и пенсию там не получил. Я сегодня с полковником, с другом говорил в Одессе, он говорит, жуткое дело, что творится, жуткое дело. Вот такая Одесса стала, я так, она мне нравилась, так нравилась. Жить в мире и ценить каждый мирный день ветераны знают не понаслышке, как это важно. Горожане по доброй традиции пришли на парад с цветами. Дарили скромные букеты ветеранам или просто говорили спасибо. Цветы и шары, 9 мая, солдаты идут, парад начался. Я рядом иду, с ветераном шагаю, смотрю на него, а он на меня. Свой скромный букет подарю человеку, который победу принес в этот мир. Он славный герой 20 века, и для меня он добрый кумир. В букете гвоздики, тюльпаны и розы, и рад ветеран, и радуюсь я. Я вижу улыбку, а чувствую слезы, я встречу такую, буду помнить всегда.